Закон об упрощении процедуры госзакупок позволит заказчикам сократить сроки заключения государственных и муниципальных контрактов. Верхняя палата полностью удовлетворена законом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв. Окончательный вариант документа остался именно таким, каким его и разрабатывали сенаторы. Напомню, что инициатором изменений в закон о госзакупках выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе еще 538 пленарного заседания Верхней Палаты в начале февраля этого года. Работа над документом велась в тесном взаимодействии с правительствами и регионами. Была создана рабочая группа, в которую входили представители субъектов России. Фактически этот закон — это ответ на запрос регионов. Николай Журавлёв подчеркнул, работа по совершенствованию законодательства будет продолжена. Готовится второй пакет изменений. Ряд норм уже проработан на уровне правительства, но требуется голосование в рамках Евразийской экономической комиссии. Сейчас в нашей студии один из авторов закона, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Александр Владимирович, приветствуем вас. Итак, мы помним, как на одном из предыдущих заседаний сенаторы бурными овациями встретили объявление моратория на 44-й закон. Объясните, пожалуйста, с чем были связаны тогда эти эмоции? Вы знаете, Совет Федерации — это прежде всего палата регионов. И, конечно же, сенаторы очень остро реагируют на запросы губернаторов. А проблема 44-го закона, особенно последние годы, — это проблема, о которой говорили все губернаторы. Как сказала сегодня на заседании Валентина Ивановна, регионы, по сути дела, были зажаты в прокрустного ложа. И очень важно было в текущей ситуации, особенно в текущих непростых условиях, дать возможность регионам реализовывать их функции, дать им возможность использовать свою определенную независимость и достигать цели, прежде всего, с точки зрения государственных расходов. Ну, в итоге моратория не получилась, но приняты поправки. Расскажите, в чем их суть и что они меняют. Вы знаете, главная идея моратория была в том, чтобы дать регионам возможность реализовывать свои полномочия. По большому счету, те поправки, которые мы только что приняли, они и дают эти самые полномочия реализовывать. Вы знаете, вот, допустим, одна из самых ключевых проправок — увеличение, во-первых, с 5 до 10 миллионов, так называемой методики запросов котировок и снятия лимита по этим запросам котировок. Я приведу пример на моем регионе. Если мы в ближайшее время после подписания президентом данного законопроекта возьмем и попытаемся абстрагировать ситуацию 2022 года, если бы закон работал, то на сегодняшний день до 92% всех закупок попадали бы под эти критерии. Соответственно, сроки закупок с месяцев сокращаются до буквально десятка дней. И это очень хорошо, потому что именно сегодня, особенно в рамках специальной военной операции, когда губернаторам приходится принимать сложные решения, в том числе по снабжению, в том числе по обеспечению наших граждан на передовой, каких-то сложных социальных вопросов, поддержки семей, военнослужащих, в целом решать важные социальные задачи, которые стоят сейчас перед губернаторами, у них очень серьезная сейчас появляется возможность эти проблемы решать, в том числе через одну из процедур, которую мы утвердили. Но это не единственная процедура. Так, с 3 до 5 миллионов расширяется так называемая электронная площадка, и более того, повышается до 100 миллионов лимит использования этой электронной площадки. Вы знаете, что сейчас очень активно развиваются маркетплейсы, в том числе они развиваются на закупках, и, к примеру, детское питание, поставка продуктов, другие важные социальные задачи на сегодняшний день максимально стараются регионы использовать через электронные площадки. Мы дали им возможность использовать максимально электронные площадки на полную мощность. Третья проблема – это ситуация с расторжением контрактов. Вы знаете, очень часто 44-й закон действует так, что побеждают не совсем правильные нестроители, или которые не совсем справляются со своими работами. И очень часто регион сталкивается с ситуацией, когда он вынужден заново торговать закупку, когда один из подрядчиков не справился со своими работами. Мы также дали возможность регионам не дожидаться новых торгов, а предложить второму участнику торгов использовать эту ситуацию и выйти на контракт по условиям первого участника. Соответственно, опять-таки же, региону не надо будет заново терять вот эти огромные сроки, несколько месяцев для того, чтобы перезапустить закупки. Они уже после расторжения контракта могут буквально сразу предложить второму участнику участие в торгах. Много каких-то, знаете, методических вопросов. Вы знаете, допустим, в законе был прописан вопрос по первоначальной цене. Раньше федерация через свою методику обязала регион именно выставлять ту начальную цену, которая требуется сейчас у региона, есть полномочия самостоятельно принять лещание. Будут ли они использовать методику федерации или нет. Вы знаете, даже есть такие вопросы, связанные с региональными особенностями. Вы знаете, сейчас будет активная избирательная кампания на территории новых регионов, в ДНР, НЛНР, Херсонская, Запорожские области. Так вот, мы полностью освободили центральную избирательную кампенсию от необходимости использовать 44-й закон в рамках выборной кампании. И я считаю, что тоже в текущих ситуациях очень большая польза и победа. И в целом, хочу отметить, что, вы знаете, работа над законом велась очень слаженно. Слаженно велась и в целом с правительством лично. Дмитрий Горенко, первый зампредседатель правительства, курировал этот вопрос. Мы постоянно проводили совещание в правительстве Российской Федерации. Минфин очень активно участвовал в ФАС, в законе. И в целом, мне кажется, что именно активное взаимодействие с правительством позволило в кратчайшие сроки, да, по сути дела, с февраля по апрель, во-первых, разработать закон, во-вторых, его принять. Более того, вы абсолютно правы, и Николай Андреевич говорил сегодня об этом заседании, это только лишь первая часть пакета. Буквально уже правительство готовит вторую часть, которая связана с нашими обязательствами в рамках Евразийской комиссии, где мы должны с нашими партнерами обсудить наши обязательства. И я уверен, что в ближайшее время мы также сможем их внести. И это еще больше даст возможность регионам развивать и использовать свои полномочия, а не быть зажатыми в 44-й федеральный закон. А не помешают ли корректировке, которые приняты в закон, обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств на госзакупки? Вы знаете, вот то решение, когда мы именно ввели не мораторий, а поправили, по сути дела, 44-й закон, и поправили его с учетом обсуждения с правительством, как раз эту проблему решает. Мы точно уверены в том, что идея 44-го закона никуда не девается, а идея это прежде всего прозрачный закупок. Более того, мы точечно корректируем те нормы, которые и оставляют государство в безопасности, с одной стороны, но и с другой стороны дают регионам, губернаторам больше полномочий в текущей ситуации реализовать свои права. По 44-му федеральному закону госкомпании работают с 2013 года, то есть, по сути, 10 лет. А в какой момент стало ясно, что этот закон нуждается в серьезных изменениях? Я вас чуть-чуть поправлю, регион работает с 2013 года. Вы знаете, мне кажется, что, как любой закон, с которым постоянно работают регионы, закон постоянно требовал изменений, и на самом деле эти изменения происходили. Другое дело, что таких революционных, серьезных, одномоментных, и при этом в кратчайшие сроки изменений закон давно не имел, и действительно, я считаю, что это новая жизнь с 44-м федеральным законом, и далее этими поправками. Другое дело, что в целом, начиная с 2013 года, понятно, что и регионы, и законодатели постоянно предлагали какие-то изменения, и точно правительствам они вносились, поэтому я не могу сказать, что закон как-то был черствым, или он никуда не двигался, нет, он двигался, но другое дело, что именно решение Валентины Ивановны, как бы побудить и законодатель, и правительство к изменению закона в текущей ситуации, радикальному изменению, в целом создает новую эпоху, новую эпоху для 44-го федерального закона. Как предполагается, отслеживается работа новых норм, как это все будет происходить на практике, будет ли вестись парламентский контроль, будут ли вноситься оперативные изменения, опять же, если это будет необходимо. Я вернусь к тому, что мы, во-первых, работа над законом никуда не останавливается, и мы в любом случае сейчас будем готовить поправки, поправки в рамках Евразийского союза. На что-то, на какие-то поправки правительства попросило больше времени, как раз именно с точки зрения мониторинга. Более того, вы знаете, ряд вещей, связанных с закупками, были решены и до изменений в законодательстве. Так, к примеру, дискуссия побудила Минфин сразу же направить регионам разъяснения уже действующих положений закона, которые позволили более смело и активно действовать регионам в тех вопросах, в которых они были зажаты и ограничены вследствие разной практики и так далее. Поэтому, конечно же, действие поправок, действие закона будет мониториться. Оно будет мониториться как Советом Федерации, так и регионами, потому что регионы — это, прежде всего, лица, заинтересованные в мониторинге данного закона, и, естественно, они постоянно с нами работают, направляют нам свои изменения. Хочу отметить, что около десятка регионов принимало активное участие в обсуждении законопроекта. С нами вместе работали коллеги из Москвы, Московская область, Санкт-Петербурга, Калининградского, родной Калининградской области, Тюмени и так далее. И все они тоже направляли свои предложения, и лично участвовали, и по ВКС участвовали в совещаниях с правительством. Поэтому, в целом, работа велась, она запущена, на самом деле. Вот тот посыл, который дала Валентина Ивановна, по большому счету, дала нам возможность запустить процесс мониторинга, контроля, в целом закупок, не только по 44-му закону, но в целом федеральных закупок. И я уверен, что эта работа теперь будет вестись постоянно. Спасибо, Александр Владимирович, за разъяснения. На наши вопросы отвечал сенатор Александр Шендерюк-Житков.